В прямом эфире телеканала Казаларда программа Уизик Жарда. Здравствуйте! Тема сегодняшнего выпуска будет интересна нашей прекрасной половине человечества. А поговорим мы сегодня о женском предпринимательстве. Да, женщины чаще, чем мужчины, открывают социальные предприятия и вносят весомый вклад в эту сферу. А как обстоят дела в нашей области, расскажет председатель Совета деловых женщин по Казаларинской области Мишукова Наталья Валентиновна. Наталья Валентиновна, здравствуйте! Здравствуйте! Наталья Валентиновна, скажите, как развивается вообще женское предпринимательство в нашей области? Ну, женское предпринимательство в нашей области развивается активно. Хочу сказать, что при Совете деловых женщин с прошлого года функционирует Центр развития женского предпринимательства. В этом году в рамках данного женского предпринимательства осуществляется программа Минкоспкер. И созданы все условия для женщин, которые бы даже просто имели бы предпринимательскую инициативу, могли бы принять участие в направлениях Минкоспкер. Поэтому в нашей области мы буквально в апреле-май месяце посетили все районы нашей области и были приятно удивлены именно женской активности в данном вопросе. А вот какие самые популярные или востребованные виды предпринимательства среди женщин? Ну, женщины в основном выбирают сферу услуг. Как вы понимаете, женщины это салоны красоты, это швейное дело, это выпечка, например, торты, полуфабрикаты и так далее. В основном женщины выбирают вот такие виды услуг. Женское дело, да? Да, больше женское дело. А вот какова вообще доля женского предпринимательства в общей массе? Если брать в разрезе Казахстана, то женское предпринимательство составляет 45%. А если брать в разрезе нашей области, то по последним данным это 47%. То есть мы потихонечку уже доходим до линии 50 на 50. А какие условия вообще созданы в нашем регионе для женщин-предпринимательниц? Ну, я как сказала выше, у нас открыт Центр развития женского предпринимательства, и я хотелось бы немножечко озвучить, рассказать о программе Минкаспкер. Эта программа вошла в нацпроект, и в рамках данной программы есть направление менторства. Но для того, чтобы принять участие в каких-либо программах, конечно, есть определенные требования. Вот требования, например, по менторству, это женщины должны иметь ИП более одного года и выше. Что дает менторство? То есть, как вы понимаете, для того, чтобы развить бизнес, определенно иногда не хватает каких-то навыков, возможно, мотивация не хватает или не хватает знаний. Мы в данном проекте должны в течение года проработать 13 женщин в нашей области. Именно 13, потому что это план определенный, да, и с 13 менти дойти до определенного результата. Мы создали индивидуальную программу каждому, то есть создается индивидуальная карта развития, общие встречи, нетворкинги с успешными женщинами, с психологами встречи, с финансовыми консультантами, ну и так далее. Вот это дает как бы менторство, да. Также в программе Менкасыпкер только для женщин есть такой проект, который называется «Одно село, один продукт». Это только для женщин. В рамках данного проекта женщины могут не обязательно иметь ИП, они могут иметь инициативу предпринимательскую, сгруппироваться и начинать в своем селе какое-либо дело, да, производство. Вот для того, чтобы выявить, в каких районах у нас могут такие девушки заниматься, мы выезжали по районам, разговаривали, и буквально вот в прошлом месяце прошла выставка «ОСОП», мы сокращенно называем «ОСОП», где приняли участие свыше 30 женщин, и были отобраны комиссии 10 женщин, которые дальше уже примут участие в отборе на бренд-комитете. Вот бренд-комитет, он должен будет выбрать 3 проекта, которые дальше уже будут брендироваться, развиваться, то есть для него будут определенные создаваться каналы продаж и так далее. Вот в этом плане на сегодняшний момент отобрано у нас 10 женщин, дальше создается уже бренд-комитет, который будет отбирать 3 женщин, и уже до конца года с этими женщинами будет поставлена вся работа для того, чтобы тот товар, который они предоставляют на рынок Казнардинской области, смогли потом экспортировать. А вот вы говорите, что вы уже выезжали на районы, какова активность женщин в районах? Радует, радует. Активность очень большая. Вот мне понравились женщины Аральского района, Казалинского района. Они очень активные, жаждут знаний. Например, очень понравилось, и, кстати, приняла участие в данном проекте АСОП, девушка, которая в Аральске создает мыло. И мы немножечко с ней поработав, подсказали. Сейчас по программе АСОП там сырье должно быть местное. И вот она в мыло, косметическое мыло, включает в состав молоко. Верблюжье молоко, козье молоко, и создает уже несколько видов у нее мыла. Вот это реальный бренд, и это производство. И если эта девушка уже начала собирать вокруг себя тех женщин, которые бы хотели бы заниматься данным видом деятельности, и уже, я так думаю, будет определенный результат. И в Аральске будут создаваться косметические мыло с различными эффектами. Даже она выжимку джантака добавляет в мыло. И уже на этапе сбора документов это мыло должно пройти определенные клинические испытания, чтобы определить полезность, например, для кожи младенца, взрослых и так далее. Для определенных каких-то косметических процедур и так далее. Этко-мыло, можно сказать. Ну, можно сказать, эко-мыло, да. А вот какие еще есть идеи от наших женщин в регионе? Вот в регионе... Интересно. Вот если рассуждать в рамках проекта, потому что я сама с этого года только в Центре женского предпринимательства, у нас есть девушка, которая изготавливает гранулы для правильного питания, да, пастилу. Это тоже очень такой вид, особенно сейчас, да, все задумываются о том, как выглядеть хорошо, правильно питаться и так далее. То есть есть девушки, которые хотели бы заниматься производством и выбирают определенные ниши. А вообще начинать дело? Многие, наверное, женщины думают, что вот можно быстро начать дело. Ну, быстро начать дело... Всякие женщины приходят на консультации. Да, есть такие, которые хотят быстрых денег, дешевых денег или принять участие в гранте, просят подсказать идею. Но как ментор данной программы я всегда объясняю, что я не могу вам предоставить какую-то определенную пилюлю, которую вы проглотите и тут же станете крутой бизнес-вуму. Нет. Здесь сначала с этой девушкой или женщиной, которая обратилась, надо проработать, да. Она должна для себя понять, чем бы она хотела заниматься, что у нее лучше всего получается, да. И второй такой момент, который не учитывает ни один предприниматель, к сожалению, это то, что какая востребованность на рынке. То есть что хочет потребитель. Если рассуждать с точки зрения, что хочет потребитель, и если то, чем я бы хотела заниматься, востребовано на рынке, то это обязательно приведет к определенному хорошему, даже отличному результату. То есть самое главное, это вначале нужно иметь идею. Идею, да. Скажите, есть ли теневой бизнес в данном секторе? Вы имеете в виду в бизнесе? Теневой сектор, он есть, он присутствует везде, да. И наша задача выводить из тени, то есть чтобы люди начали платить налоги и так далее. Просто надо понять одну вещь, когда ты работаешь в рамках закона, ты и спишь спокойно. Скажите, какая поддержка предусмотрена нашим бизнес вумен, как мы уже говорили? Какие вот государственные программы и, может быть, еще другие есть? Ну, есть множество программ, которые поддерживают именно женский бизнес. Это по организации обучения, например, ЕБРР, да, вот они организовывают обучение всевозможное. Потом вот при палате предпринимателей программа Менкосепкер, это тоже господдержка. И есть всевозможные, у всевозможных компаний определенные свои, тоже для женщин предпринимательств организованы свои определенные гранты. Это вот как компания Кока-Кола тоже организовывает грант на определенную бизнес-идею. Но надо понять, что для того, чтобы принять участие в определенных проектах, у вас должна быть идея, у вас должен быть написан бизнес-план по данной идее. То есть в бизнес-плане вы должны отразить, на какую сумму вы рассчитываете, как вы ее используете, данную сумму, и какова будет ваша прибыль, и окупаемость данного проекта. А вот есть ли среди женщин обмен опытом? Может быть, внутри области, с другими районами или же с другими? Нетворкинг. Ну, я хочу сказать, что как председатель Совета деловых женщин, у нас нетворкинг огромный, потому что Советы деловых женщин по всей республике есть, и мы часто ездим, обмениваемся опытом на различные форумы, выставки и так далее. Это нужно делать, потому что именно нетворкинг, он дает возможность развитию женщине, и не только женщине, и также развитию этому бизнесу и направлению. Наталья Валентиновна, спасибо. Мы подготовили ролик наших предпринимателей из разных регионов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наталья Валентиновна, мы говорим про женское предпринимательство. Скажите, какие инновации есть на сегодняшний день в этом секторе? Инновация, это вообще вот многие когда спрашивают, как принять участие в грантах инновационных, инновация это то, чего нет в данном регионе. Вот, например, в селе, где нет бани, если женщина захочет, или там мужчина, не важно кто, захочет открыть баню, то для этого села это будет инновация, да? И для города, например, нашего, где развиты многие виды услуг, инновацию уже подбирать определенно, так скажем, трудновато, да? Для этого вот реально надо придумать то, чего нету в Казларде. Но мы же можем обратиться и посмотреть в других областях, что есть в других областях, но нету в нашей области, и уже это внедрять. Вот, как я сказала, есть девушка-самал, которая внедряет по правильному питанию вот именно гранулы, да? Это инновация, например. Для Казларды это инновация, потому что гранулы никто в Казларде еще не создает. Вот, есть, конечно, девушки, которые бы хотели заниматься инновационными проектами, но сейчас это, я, вот, мое личное мнение, это все-таки в сфере IT больше, потому что мы движемся к цифровизации, я так думаю, любой бизнес, если он будет оцифрован, и если будут созданы какие-то IT-продукты, то это и будет инновация. А есть женщины, которые интересуются этой сферой? Вот, в сфере IT. Ну, на сегодняшний момент по обращениям женщин абсолютно ни одного проекта в сфере IT не было. Вот, именно если по обращениям их в Центр развития женского предпринимательства, то, к сожалению, нет. А вот какие-нибудь, может быть, новшества, вот какие-нибудь новые программы подготавливаются сейчас, готовятся, или что-то в этом формате имеется? По инновациям? Да, для женщин. Для женщин я особо не знаю таких программ, которые были бы по развитию инновационных проектов. Может быть, какие-то компании сами уже внедряют такое, такое есть в компаниях, но как создавать инновационные проекты, таких программ, к сожалению, тоже нет. А вот скажите, вы как эксперты в данной области, что вообще тормозит развитие вообще женского предпринимательства в нашей области? Ну, я считаю, что нехватка знаний, потому что это главное. Когда женщина открывает определенный бизнес, возможно, ее мотивируют на это какие-то определенные обстоятельства, например, потеряла работу, или хотелось бы заниматься чем-то таким, что душе угодно, печь, шить и так далее. Но определенная нехватка знаний тормозит. Это я могу уверенно сказать по девушкам, которые 13 девушек, которые пришли на менторинг, и у каждой есть определенное торможение. И на индивидуальных консультациях, когда и на таких вот встречах общих, мы уже мониторим, уже прошло два месяца, как мы встречаемся еженедельно, проводим всякие тренинги, плюс ко всему встречаемся индивидуально. И уже есть определенные результаты. То есть мы налаживаем каналы продаж, мы помогаем определить бренд, и, возможно, индивидуальные бренды. Мы по СММ-продвижению проводим определенные тренинги, даем возможность проработаться по психологии, потому что, понимаете, для того, чтобы человек занимался бизнесом, особенно женщина, она должна быть физически здорова и психологически, эмоционально устойчивая. Потому что на женщине все-таки большая ответственность. Это женщина-мать, женщина-жена-сноха. На ней очень много ролей, которые она должна уметь подстраиваться в нужный момент. И когда она принимает решение заниматься бизнесом, она должна понимать, где и когда переходить эту грань. Где она там мама, жена, сноха, а где она предпринимательница. И иногда психологический настрой тоже мешает женщинам развиваться дальше. Плюс ко всему, женщина должна всегда оставаться красивой, ухоженной. Это тоже занимает определенное время. И поэтому как-то так, чтобы у женщины был развитый бизнес, женщина должна быть счастливой. Что для нее счастье? Это когда она сама спокойна, когда у нее все сферы закрыты, так скажем, да, гильдшальдов нет. Поэтому вот в плане этого я считаю, что нехватка знаний и эмоциональный интеллект. Отсутствие эмоционального интеллекта мешает развитию предпринимательства. Говорите, нехватка знаний. Какие частые, наверное, вопросы задаются, когда девушки приходят к вам? Вот частые вопросы. Подскажите идею для того, чтобы я приняла участие в гранте. Но я всегда объясняю, что я, например, я могу подсказать, но не факт, что вы это сделаете. То есть к этому вы должны прийти сами. То, к чему вы хотели бы заниматься, чем бы вы хотели заниматься. К этому человек должен прийти сам. Вот в условиях экономического кризиса малого и среднего предприятия становится главным источником дохода для женщин, так как многие из них вынуждены начинать свое дело, грубо говоря, чтобы для семьи доход принести. Каковы главные причины наших женщин начинать свой бизнес? Я когда-то готовила доклад и наткнулась на вот такую статистику. Женщины в 50% идут в предпринимательство, когда остаются без работы. 20% женщин, это когда им остается по наследству какой-то вид бизнеса и так далее. И оставшиеся проценты это определенные сферы, которые повлияли на развод и так далее. То есть другие виды причин, которые повлияли на женщину, чтобы она пошла в бизнес. Теперь есть еще такой момент, когда женщина открывает уже свой бизнес, то она носится с ним, как с маленьким ребенком. И даже иногда, когда этот бизнес убыточный, она его не закрывает. Очень тяжело она расстается. Именно женщина очень тяжело принимает решение при закрытии, например, неприбыльного бизнеса. Чем мужчина? Мужчинам намного проще закрыть бизнес. Мне отходят темы. В целом, какая разница между мужским и женским предпринимательством? Кому сложнее в этой сфере вообще? Сложнее женщинам. Как я уже сказала, женщины несут очень много ролей на себе. И в этом плане поэтому очень много таких. Поэтому и отделяют развитие женского предпринимательства и так далее. Потому что роль женщины всегда была за мужчиной. А сейчас вот как бы гендерное равенство и так далее. Вывести женщину из тени. У женщин очень много комплексов по этому поводу. Поэтому, конечно, женщинам намного сложнее, чем мужчинам. Но особо сказать вид, в чем разница мужского и женского бизнеса, то мужчины в основном предпочитают эту сферу производства. Женщины редко выбирают производство. Они выбирают больше услуги. Сферу услуг. А вот женщина-предпринимательница, бизнес-вумен, какими навыками она должна обладать на сегодняшний день? На сегодняшний день она должна уметь коммуницировать со всеми. уметь сдерживать свои эмоции. То есть она должна эмоционально быть устойчива. Она должна быть в тренде. Она должна изучать все, что касаемо своего бизнеса, что творится и так не в стабильном мире, что творится с ее направлением в разрезе области, в разрезе республики, в разрезе мира. То есть она должна владеть информацией. Ну и читать бизнес-литературу. При этом всем еще она должна быть мамой, хозяйкой. При этом при всем она должна быть хорошей хозяйкой, красивой женщиной, любимой супругой и так далее. А вот скажите, какими трудностями часто, чаще всего сталкиваются женщины? Предпринимательница. Чаще всего из 13 ментей я понимаю, что очень много женщин, которые уходят в депрессию. И это как повод, например, опускаются руки, нехватка мотивации. Еще один из таких моментов, когда не поддерживают женщину близкое окружение. Тот же самый супруг или родственники, да, и ставят определенные... В рамки. Да, загоняют в рамки и так далее. И здесь уже эмоционально женщина должна проработать и понять, да, и как вот на свою сторону перевести того же самого супруга, чтобы он был не против ее бизнеса, а наоборот как бы помогал. Очень много таких вопросов, особенно в семейных отношениях. И многие женщины идут даже на развод, когда не видят поддержки со стороны супруга или его родителей. Есть ли какая-нибудь, может быть, психологическая помощь? Конечно, есть. У нас в Центре развития женского предпринимательства есть психолог, мы по запросу МЕНТИ организовываем встречи с данным психологом и отрабатываем определенные... Они могут записаться на индивидуальную консультацию, если они хотят как бы в группе, да, озвучивать свои проблемы. Но я как сказала, женщина должна быть здорова не только физически, но и психологически, чтобы у нее было время заниматься своим еще бизнесом. Поэтому мы даже свое обучение и начали, пригласив, значит, успешных женщин именно в здравоохранение, девушек, которые имеют свои клиники, которые могут рассказать о женских болезнях, о причинах возникновения женских болезней. Второе, это вот то, что мы организовали встречу с психологом, и где женщины поняли, да, свои какие-то детские травмы, которые они не проработали, которые ушли уже с ними во взрослую жизнь, как их с ними прорабатывать, как обращаться со своими детьми, как обращаться со своим супругом и так далее. То есть мы такие встречи прямо на еженедельной основе проводим. И любая девушка может обратиться в Центр развития женского предпринимательства. А вот на пути становления бизнеса бывает ли такое, ну часто ли такое, что женщина бросает на полпути дела? Или же все-таки женщины намного упорнее мужчин? Это очень редко происходит, потому что женщина к бизнесу относится как к ребенку. Она не бросит, она будет наоборот даже увядающей, не приносящей доход бизнес, до последнего тянуть, сама погрязать в долгах и так далее, но она не закроет. Это очень-очень редко происходит. Поэтому у нас в Центре развития женского предпринимательства могут обратиться такие женщины, с которыми мы можем проработать и, например, дать направление, может быть, в другую сферу или все-таки подсказать, как дальше идти и развивать свой бизнес. Потому что, как вы понимаете, сейчас многие виды деятельности уходят в онлайн. И даже сидя дома, можно заказать любую услугу, любую вещь и так далее. И поэтому женщинам очень тяжело. И надо понимать, что надо быть в тренде и в ногу со временем, и развивать это направление тоже. То есть СММ. Если у тебя, допустим, магазин одежды, то обязательно нужна инстаграм-страничка. И там тоже та услуга, как, допустим, доставка и так далее. Сейчас после пандемии набирает обороты. И надо понимать, чтобы ты тоже был в тренде. Ты должен быть в курсе всех новостей, что происходит, и не отставать. А все-таки вот почему мужчинам легче, наверное, приостановить бизнес, чем женщинам? Ну, потому что мужчины быстро принимают решения, чем женщины. Им проще намного это принять. И, наверное, и есть это отличие между мужчиной и женщиной. А вот много ли вообще молодых девушек, которые хотят открыть свое дело? Очень много девушек, которые хотят заниматься своим делом. Даже иногда удивляет тот факт, что будучи, учаясь там на гранте, на педагога, почему-то эти девушки потом принимают решение уйти в сферу бьюти и так далее. То есть очень много женщин и девушек, именно девушек, которые бы хотели заниматься именно предпринимательством. Какой процент и какой возраст вообще? Вот самая молодая девушка? 21 год. 21 год. Это самая молодая девушка. Я не считаю тех, которые там 18, 19, вот 21 год. Кстати, у нас еще есть такие программы поддержки, это вот как бы молодежь, да, поддержки по 2,5 процента, получение кредита до 5 миллионов. И до 5 миллионов обязательно там ставишь в залог недвижимость. Эта недвижимость не обязательно должна быть на твоем имени. То есть есть такие тоже вот программы, да, дешевые кредиты, так скажем, на развитие бизнеса определенного. Ну и сам хотел задать вопрос. Взрослая женщина, 51 год, вот на мою, кого я видела. Ну я так думаю, это не предел, потому что даже женщины, выходя на пенсию, пытаются заниматься бизнесом. Особенно это очень развито на селе, потому что на селе у нас женщины делают продукцию из молока, курт, там, рымшек и так далее. Да, вот это же все женщины уже возрастные, которые занимаются данным видом деятельности. А вот молодежь, что интересует больше? Молодежь больше интересует бьюти-сфера. 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 Да, это вот сейчас наращивание ресниц. Потом очень молодежь интересует сфера СММ. Фрилансеры хотят быть. Это я по тем направлениям, которые поступали заявки от молодых девушек, чем бы они хотели заниматься. То есть в этих сферах вы тоже направляете? Мы организовываем обучение. Если больше 10 заявок поступает, то мы на базе палаты предпринимателей организовываем обучение, бесплатное обучение для таких девушек, которые могли бы пройти курсы. Какие есть курсы обучения для женщин вообще? Для женщин? Здесь по требованию. Чем бы ты хотела заниматься? Если такие, как вы, набираются, то мы организуем. Хотят швейному делу, пожалуйста, свыше 10 человек. Если пришло, мы организовываем на базе определенного цеха, где эти девушки могут пройти не просто обучение, но и практику. Возможно, дальше с дальнейшим трудоустройством там, если они захотят. Если нет, то идут и сами становятся предпринимателями. Главное это набрать группу. Да, набрать группу. Это главное условие программы Минкосфкер. Хорошо, Наталья Валентин, спасибо вам за содержательные ответы. Наша программа уже подходит к концу. Всего несколько назад женщина-предпринимательница казалась всем неким недостижимым образом. Но они сегодня открывают и цеха, магазины, и даже фирмы в рекордных количествах. Другими словами, женщины рушат стереотипы, что женщины – место на кухне. С вами была программа УЗИК ЖАРДА. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова